Реально в Израиле можно стать мессией, спасителем. Ну да, написано же, весь Израиль спасется. И это будет глобальное, огромное национальное пробуждение. В истории многие нации переживали стрессы, всплески, пробуждения. И сейчас как раз... Треть корейцев христианин были до этого буддистскими язычниками. Треть, это за 50 лет. Что про ивреев говорите? Можно еще пару слов сказать, кто зашел, в кого что болит, тот за Тейбалака идет. А я скажу, что это мое личное мнение, это не мнение церкви, чтобы там не сказали. Потому что оно слишком радикальное, так сказать, и... Но я скажу, я считаю, что есть, хорошее, или плохое... Братцы, сейчас одну минуту, потому что с мыслями это... Чи у краины, чи в народа, чи в отдельной людини, чи хорошее, чи плохое, это проекция из духовного света. Если есть проблема, то забираешь эту проблему из духовного света и не нужно и таблеток пить. Потому что, допустим, в больнице, в больнице борются там с наслідками, ну, с причинами, да. А если забираешь причину из духовного света, болезнь просто уходит. Ну, возьмем Украину, так вот. Вот я вспоминаю, когда был, допустим, когда был Майдан. И вот, когда принесли памятник Ленина, я понял, что мы победим. Класс. Почему? Потому что это, как памятник Ленина, это, как эта тварина нечистая ходит и метит территорию. И вот, возле каждого памятника Ленина стоит дух, который контролирует определенную территорию. И вот, когда просто принесли памятник Ленина, значит, так сказать, влияние этого духа уменьшилось. И я, вот, моё личное мнение, что войны не было бы в Донецке, в Луганске, просто, если бы, когда это началось, просто принесли памятники Ленина там. И не было бы тогда войны совсем. Это моё личное мнение. Теперь про, так сказать, Украину. Вот, я больше, чем уверен, что как верим, так и живем. Почему, 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 я православный, но почему лучше живут, живут протестантские страны, потому что там они ближе до Слова Божьего. И вот, некоторые думают, что, ага, выберем другого президента, другого Верховного Рада, и все изменится. Я вам скажу, нет. Начинать надо не с этого. Вот, очень, очень показательный пример, который Владик рассказал из Чехии. И вот, вот, смотрите, вот так, сколько лавров у нас на Украине, в Украине лавров? Киево-Печерская, там, ну, много, много храмов, много, и вот Бог хочет послать ангелов, чтобы благословить Украину. Ага. Но сделана духовная дея. Вот тысячи людей, вот, завтра придут и будут целовать мощи. Они думают, что они получают благословение, но они получают проклятие. И это просто массово, массово. И вот бесы говорят, нет, наша влада произведена духовная дея. Ага. Поклонение. 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 Надо покаяться за это, за мощицы, за иконы. Просто поклоняться библейски Богу в духе и в истине. Аминь. Поклонение. И перестройка. Перестройка. Змениться. Духовный стан. Духовный стан над Украиной. И потом Бог даст. И президента. И Роспит. И Верховную Раду. И все, что нужно, все даст. Так что вот это так. Слава Богу. Да. Зачем тут как бы с одной стороны цепляется все вот так. Потому что избавиться от этих памятников, так называемых, идолов, возможно, когда люди готовы к этому. Как вот, я помню, Якунин Глеб говорил, что когда сносили памятник Держинскому, говорит, я радовался, но говорит, я внутренне понимал, что вот эта московская интеллигенция, которая стояла на площади, их было много, там было 100 тысяч, но это были москвичи. Они готовы, то есть они сгнали как бы этого Держинского из себя. Но остальная часть москвичей и русских, она так и не захотела. То есть она, поэтому не произошло вот этого ленинопада, не произошло вот Держинского пада. И наоборот, тенденции к реставрации этого проявились в лице Путина и сегодняшних вот этих всех орлов. Мало слов. И он сказал, что надо было лучше бы подождать даже со съемом этого памятника. А начать с пропаганды, потому что это же было время декоммунизации, это было начало Ельцинского периода, то есть это еще была самая золотая часть России, что вот провели бы хорошую декоммунизацию, тогда был бы повальный ленинопад. А тут как бы два памятника для вида главных снесли, а сознание людей не изменили. Они наоборот начали, так как развитие демократии пошло в крив в России, там расстрел парламента в 1993 году Ельцином демократом и подавление Чечни президентом демократом. И люди восприняли вот эту демократию как лицемерие. Им захотелось опять царя праведного, военного, который там… меняет все Слово Божие. Там другое… Я… 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 Рождение свыше. Да. Пробачите… Вот… Может я… Ну, что я вас перебил, допустим. Ага. Но… Как сказать? Я хочу вот сегодня говорить про Иисуса. Да. Вот мы в политику, в политику, в политику… И там… Ну, короче, там… Ну, да. Политику… Возвращаемся. 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 Преформация. Возврат. Возвращаемся. Аллилуйя. Еще один ощущение хотел поставить? Нет. Чайковского… Чайковского? И уже… На этом все. Да. Ну, хорошо.